Вы смотрите новости на канале RTVI. Турция объявила о начале процесса нормализации отношений с Иерусалимом и Москвой. Раджептай Прадаган извинился в письме своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с гибелью пилота-бомбардировщика Су-24 в ноябре прошлого года. Сегодня же турецкое руководство принимало извинения от Израиля за инцидент с так называемой флотилией свободы. Напомню, речь идет о событиях 2010-го, когда израильский спецназ не позволил группе турецких активистов прорвать блокаду сектора газа. Погибли 10 граждан Турции. Депотношения Иерусалима и Анкары оказались заморожены на 6 лет. Об окончательном урегулировании сегодня в Риме объявил премьер-министр Израиля Бенимин Нетаньягу. В еврейском государстве новость о восстановлении отношений с Турцией была воспринята неоднозначно. Подробнее узнаем у моего коллеги Евгения Савы. Он присоединяется ко мне из Тель-Авива. Женя, добрый вечер. Как сторонам удалось договориться? Добрый вечер, Лиза. Что же на самом деле было на переговорах между Турцией и Израилем? Наверное, знают только спецпосланники как турецкого лидера, так и израильского премьер-министра Бенимина Нетаньягу. Я не уверен даже, что многие министры, которые входят в так называемый узкий кабинет в вопросы безопасности, владеют всей информацией. И почему 6 лет ушло у Иерусалима и Анкары для того, чтобы добиться этого соглашения, и чтобы дипломатические отношения вернулись, как это было до штурма корабля «Мави-Мармора» во время турецкой флотилии, которая пыталась прорвать блокаду сектора газа. Сегодня это, безусловно, главное событие не только для Израиля, а для всего, наверное, Ближнего Востока. Параллельно и в Иерусалиме, и в Анкаре объявили о том, что будет уже послезавтра полная нормализация отношений. Если быть совсем точным, объявили в Анкаре и в Риме. Именно в итальянской столице сейчас находится израильский премьер-министр, который там сделал специальное заявление для СМИ. Ну, давайте расскажем, на что пошел Израиль и на что готовы здесь, в Иерусалиме, ради нормализации отношений. В первую очередь, это, конечно же, извинения. Израиль принес официальное извинение перед турецким народом, перед руководством Турции за гибель 9 граждан Турции. Можно долго говорить и спорить. Здесь в Израиле неоднозначно относятся к такому поступку руководства Израиля. Второй момент, это компенсация. Израиль согласился выплатить 20 миллионов долларов в специальный фонд, из которого будут выплачены компенсации родственникам турецких граждан. Ну и третий момент, который тоже нужно подчеркнуть. Израиль согласился на частичные требования Турции по поводу поставки гуманитарных грузов в газу. В Израиле подчеркивают, что речь не идет о снятии блокады газа. Морская блокада сектора по-прежнему будет в силе. Однако Израиль согласился на поставку турецких товаров. Судно зайдет в Аждотский порт и только потом по суше уже будут переправлены. Эти товары будут переправлены в сектор газа. Сегодня же, находясь в Риме, израильский премьер-министр попытался сходу защитить это соглашение. По его мнению, это очень важное стратегическое соглашение для еврейского государства. Это соглашение является частью стратегии по стабилизации положения в регионе, переживающем крайне беспокойные времена. Договор с Турцией будет иметь колоссальное значение для экономики Израиля и не только в ближайшие годы, но и на ближайшие поколения. Алиса, как я уже отметил, параллельно с заявлениями израильского премьер-министра, руководство Турции заявило о восстановлении дипломатических отношений на специальной пресс-конференции. Об этом заявил в Анкаре турецкий премьер-министр. Речь идет о нормализации дипломатических отношений между двумя странами. Сразу после возобновления диалога мы намерены сотрудничать, в том числе по вопросу поставок природного газа. Вы знаете, соглашение с Турцией в Израиле вызывает неоднозначную реакцию. Причем не только в оппозиции, которая уже критикует премьер-министра Нитаньягу. Там говорят, что такой договор можно было достичь еще несколько лет назад и малой кровью, а не извиняться публично за действия израильского морского спецназа, который в Израиле считают абсолютно легитимными. Ведь турецкая флотилия пыталась прорвать морскую блокаду, блокаду сектора газа, которую контролирует с 2007 года террористическая организация ХАМАС с точки зрения еврейского государства. Поэтому оппозиция очень сильно критикует Нитаньягу. Внутри коалиции не все довольны этим соглашением. Так, например, министр обороны Абигдор Либерман тоже выступает против соглашения с Турцией. Однако известно, что он не будет препятствовать достижению этого договора. Это, кстати, входит в коалиционные соглашения партии Наш Дом Израиль и партии Ликуд. Ну и, пожалуй, еще один момент, который стоит упомянуть. Это соглашение будет в среду представлено министром узкого кабинета по вопросам безопасности, куда входят 10 министров. Поэтому формально они должны обсуждать это соглашение и утверждать. Однако после того, как Нитаньягу заявил сегодня в Риме, что все закрыто и Турция и Израиль восстанавливают отношения, кажется, что нет смысла в этом обсуждении на кабинете. Однако в Израиле надеются, что министр кабинета все-таки потребует от Нитаньягу подробностей. Тем более, что в руках ХАМАСа до сих пор остаются останки двух израильских военнослужащих, погибших во время операции в секторе газа. А это с точки зрения противников договора с Турцией нужно было включать в договор и потребовать, чтобы ХАМАС как можно скорее вернул останки двух израильских солдат. Лиза? Спасибо, Женя. Евгений Сава из Тель-Авива о нормализации отношений Израиля и Турции.